До 5 июля включительно продлен в Югре режим самоизоляции. Как прежде, приостановлена работа кафе и ресторанов, развлекательных центров и спортзалов, домов отдыха и гостиниц. По данным на 29 июня новых случаев заболеваемости в регионе зарегистрировано 277. Как ускорить диагностику коронавируса и чем лечить тяжелобольных пациентов, эти вопросы медики Югры обсуждают совместно с московскими специалистами. Врачебная консультативная бригада побывала в нескольких ковидных госпиталях, развернутых на территории региона. Светлана Славкина расскажет подробнее. В реанимациях окружных клиник сегодня около сотни тяжелых пациентов с коронавирусом. В аппаратах ИВЛ нуждаются не все, а вот без лекарств при такой опасной форме болезни никому не обойтись. Необходимые препараты, в том числе и вновь разработанные, в окружные медучреждения поступают, однако без побочных действий лекарств не существует в принципе. Выбор наиболее эффективной и безопасной терапевтической тактики стал предметом оживленных дискуссий на встречах московских врачей с югорскими специалистами. Мы очень осторожно оцениваем эффективность этиотропной терапии, то есть тех препаратов, которые влияют на вирус. И со специалистами из Москвы мы тоже, поверьте, один из самых главных вопросов, которые обсуждаем. А вот насколько эффективны и применимы те препараты, они есть, они утверждены для использования, но очень большой акцент и очень, так сказать, даже где-то важный и более заметный эффект при лечении тяжелых больных препаратами некоторых других групп, а не вот этих вот в чистом виде противовирусных препаратов. По оценке столичных врачей, неблагоприятные климатические условия Югры не влияют ни на течение болезни, ни на распространение вируса. Сегодняшнюю сложную эпидситуацию гости связали с другими факторами, в том числе с отношением жителей к собственной безопасности. Передвигаясь по городу, мы видим, что люди, наверное, недопонимают все опасности этой инфекции. Сейчас, я думаю, любой врач, который работал с пациентом с коронавирусом, скажет, что она очень злая. Она не выбирает, кто сильный, кто слабый. И иногда человек атлетического телосложения заболевает и болеет в более тяжелой форме, чем нежели какой-то пожилой пациент с каким-то сопущим заболеванием. Но надо понимать, что любое сопутствующее заболевание серьезное, хроническое, оно усугубляет течение коронавирусной инфекции. Со своей стороны, югорские врачи сегодня предпринимают все возможное для здоровья населения и спасения жизни. Причем делают это правильно, отметили московские медики. Радикальных изменений в организации лечебного процесса после их визита не предвидится. Но подходы к диагностике в округе поменять придется. Сегодня результаты анализов на ковид жители ждут по 10 дней, а то и две недели. Местные и столичные коллеги пришли к выводу, что для ускорения процесса нужно перестроить взаимодействие лаборатории Роспотребнадзора и больниц. Важен выбор правильных методик, то есть использование не только методов полимеразной цепной реакции, ПЦР, для выявления РНК именно вируса. Важно правильно использовать и сегодня этих методов, доступных и диагностических комплектов, их все больше и больше на рынке тоже. Иммуноферментный анализ, иммунохроматографические методы, экспресс-диагностики. И вот важно правильно распределить потоки пациентов и материал, и тогда вот этих неприятных задержек в 5 и в 10 дней их не будет. Что касается ковидных коек в стационарах, то их дефицит не прогнозируется, даже несмотря на резкое увеличение заболевших в округе. В последнее время примерно одинаковое число тех, кого госпитализируют и выписывают. Это опять же результат грамотного подхода медиков к лечебному процессу. Светлана Славкин, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.